Компьютерная презентация Как создать простейшую работу И, конечно, вы получите домашнее задание С английского слово презентация переводится как представление Как же нам представить нашу речь, информацию ясно, доступно и интересно? Конечно, с помощью компьютера мы можем ее разнообразить различными объектами Что же мы можем добавить в свою речь, рассказывая? Обратите внимание, знакомые вам элементы Таблица, фигуры, диаграммы Отличие нашей программы То, что мы можем вставить анимацию, звуки и видео Какие же программы нам помогают создать помощь при представлении информации? Их очень большое количество, как платные и бесплатные Но мы сегодня с вами рассмотрим программу PowerPoint Она принадлежит пакету программ Microsoft Office Как ее открыть? Как и все установленные программы через пуск Где мы находим меню Microsoft Office и запускаем PowerPoint Рассмотрим интерфейс программы Как у любой программы, у нас есть вкладки с инструментами Чем же она отличается от Word, которую мы с вами уже изучили? Обратите внимание, что рабочая область разбивается на область структуры слайдов На область самого активного слайда, где мы с вами будем редактировать его И полезные кнопочки, которые располагаются в правом нижнем углу Которые переключают режимы работы со слайдами Как создать новую презентацию? Если мы уже находимся в программе, то обратите внимание, мы переходим на вкладку файл Выбираем команду создать и нажимаем новая презентация Обратите внимание, что в новой презентации у нас всего лишь один слайд Который состоит из двух текстовых блоков Неинтересно, что мы можем сделать? Давайте перейдем на вкладку дизайн Обратите внимание, программа предлагает нам уже готовые темы с оформлением Например, выберем тему эркер И уже у нас вставляются готовые элементы Если нам до сих пор скучно и мы хотим еще разнообразить То у нас есть на вкладке дизайн кнопочка стилей фона И мы можем добавить любой цвет заливочки Итак, обратите внимание, что презентацию вы можете вести в различных условиях И размеры экрана и мониторов тоже бывают разные Важный параметр, который вы должны знать Как поменять размер слайда Обратите внимание, на вкладке дизайн в различных версиях У нас будет либо кнопочка параметры страницы Либо размер слайда Обратите внимание, что при открытии диалогового окна Вы в меню выбираете тот размер, который вам нужен Но обратите внимание, чаще всего мы будем пользоваться Либо размер 4х3, либо 16х9 В моей презентации сейчас идет размер 16х9 Встает вопрос, как же вставить другие слайды Естественно, с помощью вкладочек Или с помощью контекстного меню У нас вставляется стандартный слайд Что делать, если нам нужно вставить больше объектов Потому что по умолчанию у нас идет заголовок слайда И текст слайда Нам опять программа предлагает выбрать макет То есть уже готовая разбивка слайда Например, давайте выберем сравнение И здесь уже вы можете вставлять различные объекты В установленную структуру Если, а чаще всего так и бывает Все-таки не устраивает наш макет стандартный Конечно, мы можем добавить новый или удалить имеющийся И на помощь нам приходит вкладка «Вставка» Обратите внимание Естественно, понадобится надпись для вставки текстового блока И кнопочка «Рисунок» При вставке надписи ваша задача нарисовать прямоугольную область И заполнить ее текстом При вставке «Рисунка» вам нужно открыть папочку И выбрать рисунок Что может пройти неожиданного? Бывает ситуация, что картинка имеет большой размер И перекрывает ваш слайд Вы теряетесь? Не переживайте С помощью инструмента масштабирования В правом нижнем углу Уменьшите масштаб до того момента Когда картинка полностью помещается на экран И с помощью маркеров угловых Вы уменьшаете картиночку до нужного размера Итак, что же нужно знать, чтобы создать простую презентацию? Первое – как создать новую Второе – как добавить слайд в презентацию Третье – разнообразить макет и дизайн Вставить текстовый блок или объект Итак, домашнее задание будет следующее Учебник Семакина, параграф 27 Выпишите, пожалуйста, определение, что такое презентация Типы презентации И ответьте на вопросы в конце параграфа А для того, чтобы выполнить вам практическую часть Вам нужно скачать файлы По ссылке, которую вы видите на экране А также она будет располагаться на сайте канала под видео Итак, давайте разберем Какие бывают простые презентации Итак, для примера Большая ошибка, когда вы создаете презентации Много текста на одном слайде Посмотрите, зритель, который будет вас слушать И смотреть презентацию, растеряется Ему будет уже скучно с первых минут Как можем мы оформить данную презентацию? Обратите внимание, титульный слайд Обязательно тема вашей презентации И ваши личные данные На следующих слайдах вы раскрываете последовательно Вашу тему Одна мысль, один слайд Что нужно учесть? Давайте посмотрим Итак, первые ошибки, которые у вас бывают Например, картинка имеет несоответствующий размер К текстовому блоку Это плохо Поэтому обратите внимание, чтобы вы выравнивали объекты симметрично Второе Если у вас на слайде две и более фотографии Что обязательно нужно выровнять их по размеру Давайте посмотрим Что если мы нарушим наши пропорции То, к сожалению, эстетичность восприятия слайда теряется Обратите на это внимание Итак, у вас в домашнем задании будет интересная работа Обратите внимание Она состоит из трех слайдов И причем макет у них нестандартный Вам придется сделать их с нуля Как это сделать? Итак, создадим новую презентацию По умолчанию у нас уже есть слайд-заголовочек Добавим второй слайд Для удобства я рекомендую на втором слайде выбрать макет пустой Давайте вставим ту структуру, которая требуется Итак, вставляем надпись Для простоты я сейчас запишу просто Дальше Вставка Вторую надпись Забиваем любимый текст Обратите внимание Сразу можно определить размер Увеличим до нужного размера Подправим размеры самого текстового блока Далее Вставка Изображение Рисунок Если нам нужно еще вставить текстовый блок Вставляем Определяем местоположение Опять вставляем текст Равняем, если нужно Вставляем следующие объекты Например Масштабируем Обратите внимание, что все было симметрично И таким образом Вы располагаете все соответствующие элементы Итак, еще раз повторюсь Вам нужно будет сделать по образцу Текст нужно взять из указанной папочки Где будут еще и ваши фотографии Урок закончен Спасибо за внимание Здравствуйте Тема сегодняшнего урока Это физико-географическое положение материка Евразия Давайте вспомним Кто же занимался исследованием Не только этого материка А вообще в целом всего мира Это известные нам с вами Фернан Магеллан Петр Петрович Семенов-Теншанский И Семен Дежнев Площадь Евразии Составляет 53,6 миллиона километров квадратных Протяженность севера на юг Составляет 8 тысяч километров квадратных А протяженность с запада на восток Составляет 16 тысяч километров квадратных Северная полушария Континент расположен в северном полушарии Часть островов Евразии Находится в южном полушарии По отношению к экватору Евразия полностью лежит в северном полушарии Это означает, что все ее широты северный. Ряд островов, конечно же, к югу-востоку от материка расположен в южном полушарии. По отношению к начальному меридиану материк располагается в восточном полушарии и своими западными и восточными окраинами заходит в западное полушарие. Евразия – это самый населенный материк-гигант, занимающий около трети всей суши и состоящий из двух частей света – Европы и Азии. Из всех материков только Южная Америка и Антарктида сильно удалены от Евразии. Даже лежащая в южном полушарии Австралия имеет некий мост к Евразии через острова Малайского архипелага. Между Европой и Азией четко природной границы не имеется. Ее условно проводят по восточному подножию Уральских гор, реке Урал, северному побережью Каспийского моря, Кумаманыческой впадине, проливом Босфор и Дарданеллы. Итак, давайте познакомимся с крайними точками материка. Северной крайней точкой является мыс Челюскин, находится в России. Южной крайней точкой является мыс Пиай в Малайзии. Западная крайняя точка называется мыс Рока, находится в Португалии. А восточная крайняя точка – это мыс Дежнева, также находится в России. Евразия – единственный материк, омываемый водами всех четырех океанов и отличающийся обилием внутренних и окраинных морей у его берегов. На физической карте хорошо видно, что моря Северного Ледовитого и Индийского океанов слабо вдаются в сушу. Атлантический океан образует много внутренних морей. Моря Бассейна Тихого океана отделены цепочками островов. Материк имеет сухопутную связь с материком, который мы уже с вами изучали. Это материк Африка через Суэцкий перешеек. И в заключение давайте посмотрим внимательно на физическую карту и увидим, что Берингов пролив, в свою очередь, отделяет Евразию от Северной Америки. В качестве домашнего задания хочу порекомендовать вам ознакомиться с параграфом номер 45 учебника, а также вспомнить план характеристик материка на странице 254 учебника. Благодарю за внимание. Урок окончен. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы с вами познакомимся с новым классом хордовых животных, классом млекопитающих. С животными этой группы вы хорошо знакомы, потому что большинство питомцев домашних относятся как раз к млекопитающим. Давайте попытаемся познакомиться с ними поближе. На самом деле это очень разнообразная группа, которая включает более 4000 видов. Животные считаются господствующей группой хордовых и широко распространились на планете Земля. В Крыму у нас встречается порядка 62 видов животных, но представлены они далеко не всеми отрядами. И вы видите здесь на слайде, что типичными представителями являются хищники, грызуны, насекомоядные, порнокопытные, рукокрылые и зайцеобразные животные. При этом мы должны сказать, что мы включаем территорию Крыма еще и прибрежную полосу Черного и Азовского морей. Здесь можно встретить китообразных три вида, и, к большому сожалению, уже не встречается тюлень-монах, который занесен в Красную книгу нашей республики. Обратите внимание, я специально выбрала Черный фон для того, чтобы мы с вами с печалью подумали о наследии человеческой деятельности. Из 62 видов тех млекопитающих, которые зарегистрированы на территории нашего полуострова, 34 вида занесено в Красную книгу. Знакомые нам животные имеют очень разнообразные функции в экосистемах. И, конечно, главное заключается в том, что гетеротрофные, питающиеся готовыми органическими веществами, млекопитающие – важное звено в пищевых цепях. Таким образом, они регулируют численность других животных, выполняя благородную функцию. Рассетно-ядные животные в основном занимаются распространением семян растений и таким образом будут помогать им расселяться и поддерживать их численность. Почвенные животные, а также все другие своими экскрементами или после смерти поддерживают плодородие почвы, таким образом участвуют в почве образований. Большую роль играют животные этой группы и в жизни человека, однако мы об этом поговорим на следующем уроке. Что же это за группа? Почему мы называем ее господствующей группой? Какие особенные признаки характерны для млекопитающих? Давайте разбираться вместе. Согласно современным представлениям, первые млекопитающие возникли около 220 миллионов лет назад. Это были животные, которые в основном по способу питания были хищниками и произошли от зверозубых ящеров. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как устроены челюсти этих животных. Своё название они получили не случайно. У них были дифференцированные зубы, то есть зубы, которые отличаются по строению и функциям. Кроме того, важным признаком высокой организации зверозубых было то, что зубы их располагались в особых ячейках челюстей, которые называются альвеолами. Признаки примитивных древних пресмыкающихся и древних млекопитающих мы с вами наблюдаем у подкласса, который называется первозвери. Не случайное название. Не случайным является название единственного отряда, однопроходные. Дело в том, что эти животные, так же, как рептилии, имеют клоаку. И это не единственный признак их примитивности. Чуть позже мы скажем и об этом. Другая группа, подкласс, настоящие звери, включает две неравные по количеству видов группы инфракласса. Низшие звери включают единственный отряд сумчатые. И самая большая распространенная группа – это высшие звери или плацентарные. В основе разделения, которое является систематическим признаком, лежат особенности развития животных. Важным признаком классификации млекопитающих являются способы их развития. Яйцекладущие, они же первозвери, имеют зародыш, который развивается вне материнского организма, в яйце, который обладает большим запасом питательных веществ. Сумчатые животные имеют матку, так же, как и плацентарные. И эмбрион на ранних этапах развивается в этом внутриутробном органе, но при этом рождается недозрелым, недоношенным. И связано это с отсутствием плаценты, которая характерна для следующей группы, самой распространенной. Это группа плацентарных млекопитающих. Они имеют матку и плаценту, особый орган, детское место, с помощью которого происходит полноценное питание организма зародыша за счет материнского организма. Само название класса говорящие, млекопитающие, они могут производить молочными железами особую питательную жидкость, которая содержит все необходимые для раннего развития рожденного детеныша продукты. И молочные железы – это не единственная особенность и не единственные железы, которые характерны для млекопитающих животных. Потовые, пахучие, сальные железы находятся в слое кожи, который называется дермой. Кроме того, кожа имеет производные. Характерная особенность – волосы или волосяной покров. Другими производными являются когти, ногти, копыты и рога, которые представлены у разных отрядов животных этой группы. Если мы посмотрим с вами на головы у млекопитающих, то отметим, что такие волосы, вибрисы, выполняют функцию чувствительности. И еще один важный отличительный момент – это наличие наружного уха или ушной раковины, которая встречается только у млекопитающих. Опорно-двигательная система развита очень хорошо, но мы обращаем внимание на особую мышцу – диафрагму. Она разделяет грудную и брюшную полости животных этой группы и активно участвует в дыхании, делая его более совершенным. Скелет животных имеет типичное для четвероногих строение. Скелет туловища или позвоночника имеет пять отделов, но обращаю ваше внимание, что шейный отдел имеет именно семь позвонков, кроме одного исключения – ленивцы. Конечности животных располагаются под туловищем, а не по бокам, и это тоже отличительная особенность млекопитающих. Часто конечности имеют видоизменения, которые связаны с обитанием в разных условиях и разными способами перемещения. Пищеварительная система – типичного сквозного строения, однако у разных групп животных, в зависимости от характера их питания, будут встречаться особенности. Парнокопытные, например, жвачные животные могут иметь четырехкамерный желудок. У некоторых зайцеобразных очень длинный вырост слепой кишки, аппендикс, и, например, у собаки желудок очень объемный и может включать большое количество пищи, растягиваясь при этом. Кровеносная система типичного строения для всех млекопитающих и для птиц, потому что имеется полная перегородка, которая делит желудочки сердца, благодаря чему в большой круг кровообращения отправляется артериальная кровь и это способствует высокому уровню обмена веществ, как и строение дыхательной системы, а именно губчатые легкие, состоящие из отдельных альвеол. Напомню, что диафрагма принимает активное участие в дыхательных движениях и от этого обмен веществ, благодаря доставке кислорода в достаточном количестве является полноценным. Мочевыделительная система типичного строения имеет парные органы тазовой почки. Особенно отмечаем строение нервной системы и центрального отдела. Главный отличительный признак – это строение больших полушарий мозжечка. Большие полушарии имеют выраженную кору. У многих животных она складывается бороздами и извилинами, что значительно увеличивает площадь, с помощью которой образуются условные рефлексы, из чего следует их сложное поведение. Таким образом, характерные признаки класса млекопитающих – это те признаки, которые встречаются только у животных данной группы. Волосяной покров, железы, расположенные в коже, в том числе млечные, дифференцированные зубы, наружное ухо, диафрагма, хорошее развитие коры больших полушарий, и внутриутробное развитие. Все эти факторы и являются теми причинами, благодаря которым развиваются такие свойства, как способность, во-первых, поддерживать постоянную температуру тела, расселяясь повсеместно, высокий уровень обмен веществ, который обеспечивается особенностями строения и физиологии кровеносной дыхательной системы, и внутриутробное развитие, а впоследствии выкармливанных детенышей молоком, что значительно повышает их выживаемость. Благодаря этому мы можем говорить о том, что это господствующая группа. Хотя этот вопрос я выставляю вам для раздумий как домашнее задание. Вместе с параграфами 46 и 47 учебника Сухоруковой подумайте, пожалуйста, действительно мы можем назвать великопитающих господствующими. И вам пищу для размышлений может дать эта круговая диаграмма. Спасибо за внимание. Здоровья вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова